Мы с Пашей поженились, так же я ем. Это рис с креветками, с капустой и этими... эдемами. В этом видео я расскажу вам про то, как мы с Пашей поженились. Но сначала давайте покажу вам, как я приготовила Энна. Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки я сначала доем, потом расскажу, потому что мне кажется, люди делятся на два типа Те, кто очень любит смотреть, как кто-то ест И те, кто вообще ненавидят смотреть, как кто-то ест Сейчас Все Все, я доела О господи Жук На потолке Мы с Пашей поженились На прошлой неделе Вроде И всю неделю я снимала об этом влог Я снимала, ну не об этом, а типа Дни Перед Нашей росписью Снимала я его на телефон И когда я начала его монтировать Оказалось, что Звук там совершенно ужасный И невозможно просто слушать, что я там говорю Поэтому было решено записать Как я рассказываю это, сидя вот сейчас в тишине Вот, но я буду вставлять Пока я рассказываю Видео, которое я снимала на протяжении недели By the way, это толстовка, которую я не снимаю уже несколько дней Толстовка фонда Рылькова Которую я очень поддерживаю Это самая лучшая толстовка, которая у меня вообще когда-либо в жизни была Самая мягкая Самая круто сидящая Из самого классного материала Я хочу еще десять Не совсем понимаю как Все, поехали На самом деле, когда я начала снимать этот влог Я еще не знала, что я делаю видео про то, что мы с Пашей поженились Я просто решила снять для вас влог о том, как у меня дела Чем я занимаюсь Как я выгуливаю чуню И я решила, что я все-таки это все оставлю здесь Потому что Кто не хочет посмотреть, как я выгуливаю чуню? По-моему, все хотят По крайней мере, я хочу это смонтировать И оставить себе на памяти Паш, я решила снимать в этот влог не один день А это будет влог Который подбирается к нашему К нашей свадьбе без праздника Все, понятно? Как тебе идея? Это будет историческое видео с кусочком всякой нашей жизни на этой неделе Процесс выгуливания чуни начинается в кровати Когда чуня будит меня по утрам Иногда, конечно, я просыпаюсь сама Но если я проспала Или если чуня увидела за окном солнышко И как-то это по-особому ей понравилось Особенно если вот в предыдущий день был дождь А на следующий день солнышко То все Утром чуня просто будет абсолютно дурная Все, все, пойдем Все ее способы очень действенные Я встаю, одеваюсь и сразу же иду ее выгуливать Я не завтракаю Максимум, что я могу сделать, это пописать Совсем я тебя не снимала, как ты атаковала Корги Отковала свою любовью Да, потом мы приходим мыть лапки Я постаралась для вас снять процесс мытья лапок Потому что я считаю, что чуня очень-очень хорошо себя ведет У нас всегда это происходит одинаково Я отношу чуню на руках, ставлю в ванную Мою ей каждую лапку Потом чуня встает на задних лапках И опирается передними лапками на бортик в ванной Я вытираю ей сначала эти передние лапки полотенцем Потом я стелю полотенце на полу И она выпрыгивает из ванной на это полотенце И тогда я вытираю ей задние лапки И она сначала поворачивается одним бочком Потом поворачивается другим бочком В некоторые дни она прям супер четко это делает Прям выпрыгивает, такая, так, этот бочок И сама я ей ничего не подсказываю Она прям такая, другой бочок И потом я говорю, все, и она убегает И я кормлю ее Все, basically that's it Если у вас нет собаки, то вы получили Крупичечку опыта обладания собакой Еще на этой неделе я постриглась Ну вы, наверное, заметили в начале видео Покажу уж, ну ладно, так и быть У меня теперь вот здесь нет волос Видите? Видите? Также у меня просто очень убитые волосы вот здесь Поэтому они такие какие-то странные Несуну их обратно Короче У меня никогда в жизни не было Такой короткой стрижки И никогда в жизни Не было бритой шеи Когда я это увидела Сначала мне стало страшно Но потом мне все-таки понравилось И потом мне прям попец Очень сильно понравилось И в первый день, когда я постриглась Я постоянно заглядывала во всякие отражения И любовалась собой И снимала себя, и фоткала Хотя я немножко стеснялась Но все равно фоткала себя на улице Как обычно, стриглась я у Сергея Зарослова Это мой любимый парикмахер для стрижек Очень горячо Всем советую его фоловить И учиться у него Как делать маляты И как вообще стричь бритвой Мне очень нравится не только Какой у него невероятный скилл Но и то, как сильно с ним комфортно Во время стрижки Насколько вот он к тебе так вот Находит такой подход И он действительно вот очень старается Сделать красиво вот И классно, и подходяще для тебя В тот день, когда я постриглась У меня еще была мигрень И я думала, что я приду домой И буду снимать Как я классно делаю ковры Но в итоге все, что я смогла сделать Это лежать в кровати Шутка! Нифига у меня, блин, до сих пор не получается Просто лежать и ничего не делать Когда у меня мигрень Или что-то такое Просто болит Конечно же, нужно Что-то там выжимать из себя И хотя бы чуть-чуточку Но работать Поэтому я что-то там копалась в компьютере Я что-то пыталась монтировать Рекламную интеграцию Для какого-то видоса Который там на той неделе Должен был выходить Еще я там с кем-то переписки Всякие вела Короче Да И в этот вечер Ко мне пришла гениальная идея Что я снимаю на самом деле видео Как бы про то Как мы готовимся Потихонечку и живем Вот эти дни Перед тем, как мы поженимся Я думала, что Паша Жестко застесняется И скажет Не, я не буду в таком сниматься Но он Не застеснялся Даже несколько раз Семно разговаривал на камеру Я договорилась Какой торт у нас будет На свадьбе Точнее Не свадьбе А когда Женятся А праздника нет Короче, мы расписываемся 8 мая Вот с этим Челом Это Паша Так Здравствуйте Признаетесь, захотелось Так вот Что еще я хотела рассказать Про одежду Миссионный магазин Смерть мужьям Отзыв Утонул В толпе радикальных фемок Пойдем туда Мы до самого последнего момента Откладывали решение этого вопроса Мы как бы С одной стороны Мы с самого начала Четко понимали Что мы не хотим Никакое белое платье И костюм И что нас это бесит И нам это просто не подходит Но Что мы хотим Мы не знали В обычной одежде Типа джинсов И толстовки Тоже как-то не очень Хотелось идти Потому что С одной стороны Как бы мы к этому всему Относимся Очень легко Но с другой стороны Чем ближе мы подходили К этой дате Тем больше мы думали о том Что Ну может быть Все-таки мы сделаем Из этого что-то Спешл Может быть нам Захочется как бы Самим Вложить в это Свои какие-то Собственные Спешл Смыслы В итоге Было решено Сходить в секонды Паша сделал ресерч Секондов В Москве Могу вам разместить Ссылку в описании Которую мы нашли Мы выделили целый день На то Чтобы по ним походить В первых Где-то четырех Мы вообще ничего не нашли Потом в одном Мы нашли Аутфит Который понравился мне Но Паше не понравился Из-за этого Случилась такая Немножко Хардбрейкин Ссора Ну не ссора А просто грустный Такой вот момент Что мне нравилась одежда Паша нет И он с одной стороны Хочет меня поддерживать Но с другой стороны Это же наш общий праздник И Ну ему Ему хочется Чтобы ему тоже нравилось Плюс он Не может мне врать Но также он Не может Как бы сказать Нет Мне это вообще не нравится Потому что Это же моя одежда А не его Мне тоже было грустно Что типа Вот Почему ты не Говоришь Лол Какой прикольный Аутфит Да Давай что-нибудь Такое смешное Наденем Наденем И еще шел дождь И еще мы были голодные И я даже немножечко Всплакнула Пока мы шли по улице И секондов то особо не осталось На нашем пути То есть Что Миссия провалена И вот в таких чувствах Мы заходим В следующий секонд И как только Я в него захожу Вот так протягиваю руку К рейлу С одеждой Я беру С этого рейла Красный костюм Который мне Офигеть как Нравится Сразу же Я захожу В примерочную Я надеваю его И этот костюм Идеально Подходит Мне По размеру Как будто бы Он шился Под меня Просто мне кажется Что С футболками Как будто Это не так удивительно Но с костюмом Это просто Майндблоуинг Это костюм Это винтажный костюм Каким образом Он настолько идеально Мне подошел Вот просто Миллиметр Миллиметр Нам обоим Он очень сильно понравился И мы просто такие Да Берем Попытка Попытка Он здесь висел И просто ждал Меня Он ждал Космос который подарил нам Чуню Подарил нам этот костюм К сожалению Космос не подарил Паше Ничего Я имею ввиду в секундах В секундах Паша себе Все-таки ничего не нашел Но В самый последний момент За день до Этого всего действа Он нашел В уникло Белую рубашку И еще там Новые себе шнурки купил Но главное Что белую рубашку Которая просто Тоже Так идеально подошла И она так классно Сочувалась Со мной И с моим костюмом И белые вот эти В общем с одеждой Все в итоге Очень хорошо сложилось Дальше Татуировка Татуировка на самом деле Вообще никак не связана Со свадьбой Но Так уж вышло Что на этой неделе До свадьбы Блин до росписи Я не знаю Как правильно все Короче я когда говорю Свадьбы Я имею ввиду Роспись На этой неделе Я записалась Делать татуировку Потому что Мне просто Очень сильно понравился Эскиз Который я увидела В ленте Это эскиз Саши Мендоза На нем изображена Семья котов Мама кошка Ребенок котичек Ребенок котюлечка И ребенок котичек Саша сама рисует Свои эскизы И сама бьет Свои татуировки Я уже честно говоря Не знаю Как может быть По другому Мне очень нравятся Работы Саши Цветные И черно-белые Вообще разные Я очень давно Хотела у нее Что-то набить Но я ждала Такой эскиз Который прям Вот я увижу И подумаю Ай да Вот это оно И я его дождалась Еще одни Еду делать Татуировку Я сразу же решила Что это будет На ноге Не знаю почему Ноги у меня пустые Никогда как-то Я не чувствовала Что я готова Их забить Но сейчас почувствовала Саша бьет Иголочкой Хендболком Многие спрашивают Типа в чем разница А что Это же игла Это разве не опасно Еще спрашивают Типа больно Или нет Я могу сказать Все что я знаю Во-первых Все татуировки Бьются иглой Просто в машинке Игла Приводится в движение Механизмом Который Электрический А в хендболке Игла двигается Рукой Человека И рукой Игла двигается Медленнее Чем машинкой Поэтому Кожа Вроде как Меньше травмируется И Это может быть Менее больно Хотя тут Уточняйте Пожалуйста У настоящих Мастериц Мастеров Я Я вообще Не делаю татуировки Ну я могу сказать Что когда мне Бьют татуировки То Хендпоком Намного Менее больно Чем машинкой Но зато Машинкой Быстрее И Ну можно Разные такие Другие эффекты Делать Машинкой Били мы Эту татуировку Наверное Часа Три Ну в таком Спокойном Режиме Первый час Наверное Мне было нормально А потом Стало Так больно Хотя Место Ну как бы То же самое Но После вот этого Первого часа Видимо Кожа устала И что-то там Все Вот эта нога Устала Все устало И стало реально Так невыносимо Больно Что я сидела Досиживала Уже Ну Через мучение Ой Что это А что Ты такое Притащина Что это Притащина Сейчас Я закрою Привет Привет Чуня Что это Такое Что это Такое Я сняла Как Чуня С нами Играет Можно ли Это назвать Чуней Или лучше Сказать Что это Монстр Какой-то Из Голубин Ада Не знаю Решайте Сами Монстр Да Ты Монстр Хорошая Гроза Морей В целом Я хочу сказать Что неделя Которая Предшествовала Нашей Женитьбе Была Совершенно Обычная Хоть и Насыщенная Разными Мероприятиями Татуировкой И беготней Поиском Костюмов И одежды Работой Над коврами И Не знаю Чем еще Психотерапией В целом Ничего особенного Обычная Неделя Которая Закончилась Тем Что мы Пошли Вместе В ЗАГС Что это Такое За яркость Такая Чуть 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 Вот так Вот Чем знаете Что Почти всю Неделю Нафиг Блин Нафиг Светило Солнце Ну ладно Был день Дождливый Когда мы Ходили по Секундам Но потом Всю неделю Светило Солнце И знаете Еще что В тот день Когда мы Пошли В ЗАГС С утра До вечера Был Ливень И на следующий День Тоже был Ливень Это расплата От космоса За то Что космос Нам дал Костюм Вот космос Дал Космос Взял Мы были Записаны На 14.45 И план Был такой Что Моя мама Приезжает К нам На машине Оставляет машину Во дворе Садится С нами В такси И едет В ЗАГС И там же Мы встречаемся С мамой Паши И все Вчетвером Наши мамы И мы Идем В ЗАГС Приходим Мы в этот ЗАГС Льет дождь Все мерзкое И мокрое Мы в красивой одежде И в красивых тапочках И обуви Обувь я кстати тоже В Сэгнде купила Подходим к дверям Они закрыты На дверях написано Идите вот туда В другую дверь Обходите здание Сзади Мы идем туда Заходим И там охранница Говорит Куда вы пришли? У нас обед Я такая В смысле? Мы записаны На 14.45 И она такая А у нас обед До трех И я такая Ёмана Я такая В смысле? Мы что В каком-то Лимбо В отсутствующем Времени У вас наверное Тут каждые 15 минут Там бракосочетание И что? Мы получается Все Мы в пролете Мы на обеде Она такая Я не знаю Я не знаю Ну подходите Вон там И ждите Пока откроется дверь Мы дождались В итоге Пока открылась дверь Приходим туда Естественно 15 минут Как бы После нашего Аппоинтмента И нам говорят Да Классно Раздевайтесь Раздевайтесь И когда мы уже разделись Нам говорят Ой А вы наверное Вот в другом Должны быть зданий Мы такие Вот И нам они говорят Да Вот одевайтесь Вам нужно В то здание Вот туда идите Вон там Вон туда Обходите Вон туда Идите Вон там Обходите Мы быстро оделись Побежали туда Опять под дождем Опять по лужам Как вы можете догадаться Все супер нервно Заходим Оказывается Вообще не нужно было Никуда спешить Не совсем понимаю Почему Но мы раздеваемся К нам Навстречу Выходят сотрудницы ЗАГСа И говорят А чё это вы не поднимаете Телефонную трубку А Паша забыл телефон дома Мы такие Мы забыли телефон дома Нет мы вам звонили С утра Нет с утра Никто не звонил Извините Мы не видели У меня за окном Гигантская Какая-то странная птица Короче нас наругали И мы такие Ну ладно Ну ладно хорошо Все Ну вы сейчас-то нас Ну как бы Пожените Или чё Они такие Они такие Да Поженим Все нормально Садитесь Ждите Мы вас позовем Мы сели ждать И фотографироваться И ходить Изучать Это очень Особенное Интересное Помещение С очень интересной Стилистикой Где-то через полчаса Или может быть Даже подольше Нас наконец-то Позвали В комнатку Мы зашли С Пашей В эту комнатку Наши мамы Попытались Нас сфотографировать В этой комнатке И Их наругали И сказали Что здесь нельзя Фотографировать В этой комнатке Нам дали Книгу Где мы там Что-то там Написали Расписались Поставили печать В наши паспорта Потом Нас вывели Из этой комнатки И сказали Окей Теперь мы идем В другую комнатку Точнее Гигантскую комнату С колоннами В этой комнате Вы Должны будете Пройти по дуге Обойти колонны И подойти К вашим мамам Мы такие Ага Ага Хорошо Заходим туда В эту комнату Мамы уже там стоят Играет музыка И как только Я слышу эту музыку Я начинаю ржать Я думаю Блин Не надо ржать Не надо Но это Ту-мач Просто Вдруг они расстроятся И обидятся Что я над ними Смеюсь Я же не над ним Смеюсь Я просто Смеюсь От Всей ситуации От того Сколько она Странная Мы успешно Делаем Вот эту Дугу Огибаем Колонны Встаем И Вот эта сотрудница ЗАГСа Зачитывает нам Какой-то текст Про любовь И про бракосочетания И все такое Мы говорим Что мы согласны И колец у нас нет Поэтому мы просто Поцеловались Обнялись И пошли фоткаться Это заняло все буквально минут 10 Мы оттуда потом вышли Охранник спросил нас Хотим ли мы сходить К мощам Матроны Святой Мы сказали Хотим Но с мамами И нам сказали Нет, мамам нельзя И мы такие Блин, тогда не хотим В итоге никуда мы не пошли Вышли в дождь Сели в машину И поехали домой А точнее К моей маме домой Потому что мы вот Спланировали Что мы все вчетвером Поедем к моей маме На выходные И будем там Вместе праздновать Кушать торт Пить шампанское вино И просто разговаривать И общаться А, я забыла сказать Наши мамы с Пашей Не были знакомы До этого дня Наши мамы Познакомились В день Нашей свадьбы Или не свадьбы А женитьбы Not gonna lie Я из-за этого Очень нервничала Я не знаю почему У нас у обоих Очень классные мамы Мне они очень нравятся Но я все равно Немного нервничала Но все прошло хорошо И нам кажется Что они друг другу понравились И вообще все прошло Как бы очень классно И душевно И мы вкусный Очень торт поели И Конечно же Мы просто по угару Решили разрезать его Вдвоем И мама все это сняла И потом переслала Это всем нашим родственникам Ну и по сути Все Мы поженились Теперь мы Друг друга Постоянно подхалываем Что типа Муж и жена И почему-то Нам так от этого Угарно И классно То есть нам И смешно И очень мило И мы Я даже не знаю Как это описать Я абсолютно Этого не ожидала Что вот Женитьба Она может так повлиять Типа Она может Стать Настолько Не знаю Настолько вот И хорошим Эмоционально Супер заряжающим Событием И моментом Такое чувство Что у меня просто Счастье Привалило Что меня просто За шиворот Вывалили Мешками Счастье И Просто какую-то Ну радость И Любовь И какой-то такой опыт Как бы прикольный Очень Что вот мы вдвоем Такие вот Что-то такое сделали И что все так Классно прошло И что вот мы вдвоем Так как бы Хихикали И радовались И вот смотрели Друг на друга И такие Да Я тебя так люблю Короче Это было так классно И я до сих пор Из-за этого Очень сильно улыбаюсь И И стоит нам Как-то упомянуть это В разговорах Как мы сразу же Начинаем улыбаться И Как-то вот Мне очень нравится Что камера Разрядилась Просто на самом Чизи моменте Фамилию я Не меняла И Паша тоже У нас Оставались Наши фамилии Они нам нравятся Нам не нравится Менять фамилии Точно так же Как нам не нравится Носить кольца Просто так Мне кажется Что это все Что я хотела вам рассказать Я не знаю Может быть я что-то еще Забыла Может быть и нет Если у вас Есть какие-то вопросы Напишите их В комментариях Я постараюсь На них ответить Спасибо большое Что посмотрели Это видео Спасибо Что вы подписаны На мой канал Если вы не подписаны Нет Вам слова Спасибо Нету Чтобы не видеть Факи Можете подписаться И тогда факи Не для вас Еще из важных новостей Я сейчас делаю Дискорд канал Или на момент Публикации Это видео Он уже будет сделан Но в самом начале Я хотела бы Его запустить Только для Подписчиков на Патреоне Ну для любых Просто чтобы научиться Всем этим управлять И как-то модерировать И смотреть Как вообще Все это организовать Наилучшим образом Я хочу начать С такого Я не знаю Может быть так и останется Может быть это будет Хорошим Как бы Таким Не знаю Фильтром Или что Но в общем Вот Можете подписывать Смен Патреоне В том числе Теперь и для этого Для того чтобы Присоединиться К нашему сообществу Вот Все Спасибо большое Пока Чмок Субтитры сделал DimaTorzok Я рада приветствовать вас На ваших близких На нашу жизнь Субтитры сделал DimaTorzok